Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. В последней серии мы занимались довольно продуктивно, так, неплохими делами. Спасали город Коралл от врат Oblivion, которые раскрылись прямо около него. Это было не очень просто, но довольно интересно. Теперь город у нас просто в долгу, по-другому не скажешь. И они согласились отправить свои войска к Бруме, потому что там у нас скоро будет серьезное столкновение. Так, ну а сейчас, пока мы решили разбавить это небольшим детективным делом, местная графиня хочет, чтобы мы помогли ей найти картину, которую у нее похитили. Это, я думаю, будет достаточно интересным. Не так много крови, чисто дедуктивный метод. Ну что, с чего мы начнем? Давайте, я думаю, приступать к допросу. Вот ты довольно подозрительный, главный ее слуга Геральт, но... Рад встрече с тобой. Давай расскажи что-нибудь. В мои обязанности входит только прием посетителей и поддержание порядка в тронном зале. Но по секрету я могу сказать, что Оргнолф ведет себя немного странно. Его страсть к выпивке в последнее время усилилась. Он выпрашивал деньги у окружающих, чтобы купить себе вина. Жалования привратника недостаточно, чтобы удовлетворять его потребности. То есть ты подозреваешь, что он пропил картину? Окей. Лэд Ваврик, Геральт Замка, сказал, что у Оргнольфа проблемы с крепкими напитками. И что тот часто просит денег на выпивку. Нужно продолжить допрос подозреваемых. Счастливо! Счастливо это счастливо, но я думаю, сейчас наша лучшая тактика это... Просто прокрасться в комнату. Посмотреть. Возможно, я смогу там нарыть что-то. Так, начнем, пожалуй, отсюда. Потом уже будем говорить с подозреваемыми. Так, тихо. Хотя, с другой стороны, я думаю, они без проблем нас пустят, но... Но все же... Что это было? Что это было? Что это было? Какой черт вообще? Мужчина? Ну, ладно. Ой-ой-ой, это не я. Так, подожди. И? Ты будешь стоять тут как статуя? Или, может, все же что-нибудь скажешь? А вот и ты, да? Так. Кое-что тут произошло, что ты об этом знаешь. С какой-то стати ты допрашиваешь меня. Я скорее приглашу на танец гоблина, чем буду отвечать на твои идиотские вопросы. Я понял. А ты постой. Ох, пришел сыщик на службе ее светлости Валги. Как проходит большое и важное расследование? Ты знаешь, я бы тебя, честно говоря... Как любезно. С тобой мы при... Как любезно. Как... День... Ну... Тебе воздастся. Давай-ка теперь ты мне расскажешь, что я хочу узнать. В ночь ограбления я был в большом зале, где спорил с посыльным из бровила. Он утверждал, что его лошадь потеряла подкову во время сильного дождя, шедшего ночью. И портвейн, что он вез, упал на землю. Большинство бутылок разбилось. Он не хотел брать ответственность на себя, но я задал ему трепку и прогнал его. После этого я провел остаток ночи в своей комнате за... Чтением. За чтением ты... Это... Подозрительно. Значит, графиня наняла тебя для поисков картины? Ты не найдешь ее глазей на меня. Это мы посмотрим. Откуда ты про картину вообще знаешь? Да, это был прекрасный портрет прекрасного человека. Ну ладно. А я подумал, что он даже, по сути, знать-то не должен. Ну ладно. Обвинять пока не будем, я думаю. На вопрос о том, как он провел ночь, Оргнольф ответил, что вначале он спорил с курьером в большом зале, который за дождя не смог доставить вино. Остальную часть ночи провел в своей комнате. Нужно продолжить допрос подозреваемых. Старому бедному Оргнольфу опять нужно работать. Иди работай. Так, подожди. Ой, мне неплохо. Постой. Не уходи от меня. Штукарик так, да? Оп. Так, это плохо, потому что сейчас меня в тюрьму посадят. Но денежка, я думаю, все-таки нужно отживать. Потому что штука на дороге не валяется. Стой, стой, стой. Оп. Нормальный, карман. Ладно, черт с тобой. Нет так нет. А вот это вот что такое вообще? Как это понимать? Странно. Еще один баг. Так, в башне нам особо не нужно. Давайте тогда сюда зайдем. Это все очень подозрительно. Вы знаете, из-за того, что стражник умер у них. Меньше паники, чем из-за какой-то картины дурацкой. Так, хорошо. Это явно не зацепка. Спальня графинная. Графинная. Блин, язык мой. Враг мой. Так, хорошо. Давайте-ка вы знаете, попробуем автопопытки. Из какого раза, интересно, просто. Где-то пять этого места. Ты посмотри, да? Не, так не пойдет. Хотя, с другой стороны, сейчас я просто проверю, есть ли тут что-то. барензия жизнь септима зачем мне потом тратить сюда просто посмотрим так это не то то похоже что здесь по сути ничего особо и нет пока что по крайней мере не вижу в письменном столе ничего спит она конечно с комфортом это может читали отлично давайте-ка мы это поедим вообще знаете мы тут вообще пока что не за этим интересно подожди это чья кровать они чё раздельно спали что ли ладно так я пока не увидел ничего интересного честно говоря лист так ну хорошо какого вот вы кольцо понятно здесь ничего особо интересного нет не будем сюда заходить я просто подумал может она сама мутит на самом деле там что-то картину у нее и все не так не то чем кажется да ладно что так большой зал да мне так можем попасть покое так аккуратно мужчина может обидеться если увидит что мы его наведлись кроме бухла ничего нет не богата и битва живут же люди так добрый день со здрасте что слышно думаю нужно сходить к ренуа поглядеть на книги у нее очень хороший выбор то нет не интересует и тебе всего наилучшего пока ну короче говоря давайте и башни осматривать раз в основных помещениях как я вижу ничего особо нет ну реально если тут конечно был это будет смешно ну да обычная кладовая монетки заберем чё пропадает еще вам так хорошо что же делать тогда куда же идти интересный девка пляшутся что там пишут нам на вопрос о том была бабла проблема с крепкими напитками так с курьером в большом зале а тут покоя лейта будет смешно если лейт ограбил нас хотя в принципе это будет неудивительно потому что он какой-то странноватый что это за книга все почитаем историки часто описывают расселение людей потом риэлю как процесс военной экспансии нордовской рима в действительности люди жили практически в каждом уголке там риэля еще до основания скорима эти так называемые нидийские народы состоялись протосиродильцев предков бретонцев уроженцев хаммерфелла и возможно уже исчезнувшего людского населения морру винда строго говоря норды народ той же нидийской группы они единственные не могли найти они смогли найти способ мирно уживаться с эльфами к тому моменту уже заселившими там риэль определенный сграмор не был первым человеком обосновавшимся в там риэле на самом деле бежав от гражданской войны в тамбл в отморе как говорится в песне возвращения из грамор поступил так как поступали сотни отморанцев до него там риэль служил приютом для беженцев из отморы уже за многие столетия до высадки из грамора недовольные раскольники повстанцы безземельные младшие сыновья всех их несмотря на трудности пути манил новый мир там риэля так а подожди получается отморы это более старый материк что ли я честно про это ничего не знал и они ухты как интересно по данным последних археологических раскопок ранее поселение людей в хаммерфеле хайроки и родили датируется в 8800 тысячу годами метри меритической эры то есть за века до прибытия из грамора даже в предположении что двенадцать королей нордов предшественников харальда были реальными историческими фигурами ой блин что-то мне уже все я не знаю язык заплетается похоже я сегодня переработал поэтому давайте-ка мы просто на паузе почитаем это было ошибкой язык мой что-то сегодня совсем уже не в том состоянии сегодня мы занимались покраска стен и это я вам скажу не круто если кто не поймал покраски стен у себя дома я ремонт делаю не подумайте что я работаю где-то там не в ремонте для тебя слишком плохо это все знаю так но у него этот вижу тоже условия довольно таки спартанский и посмотреть по сути не на что рисовать любил человек но любит смысле и это нам по сути ничего не дал уже проныра конечно работа такая большой зал мы пока не пойдем давайте проверим что у нас так восточная башня это что за орк его и пока не а слушайте мы же встречали в конце предыдущей серии он разговаривал с графини то есть тоже тут обитается да еще что за мятый клочок бумаги так подожди это откуда у меня что за мятый клочок бумаги я его спер получается я думал записка какая-то окей пусть лежит что-то он строчил тут даже самая книга вроде как все чисто блин никаких зацепок я-то думал это будет проще детский ануват оба много шкатулка так ну в принципе давайте проверим просто что-то как обычно по-быстрому потому что сложно мы опять будем парить очень долго не вижу ничего такого что стоило бы этих мучений то есть это не продажа за такие деньги то где-то в среднем наверное 200 септимов данного нафиг ладно случилось пойдем большой зал поищем курьера может он что расскажу я не думаю честно говоря что это один из тех кого мы видели смысл что-то еще откроется так ну и где он тут большом зале мы его не наблюдаем поэтому ладно будем обыскивать все помещения ты у нас варегра у нас ничего не знаешь и тебе всего наилучшего пусто хорошо кто у нас тут обитая какого черта происходит в этом замке это уже второй мертвый стражник которую я вижу за полчаса телохранитель хорошо справляется свои задачи я смотрю мужчина может их кто-то реально убивает по квесту но я думаю это не я пусть земля тебе будет пухом и все пусть земля тебе будет пухом отлично это очень странно на мой взгляд так ковер в пятнах краски но я ничего не могу с этим поделать а что если куда же могли упереть картина это все очень странно пойдем еще с графиней поговорим а после этого пойдем уже по башне потому что других идей вроде как нет так публика тебе лучше всего поговорить с обитателями замка когда просишь всех кого сможешь попробуй обыскать помещение на предмет улик ну а вот теперь я думаю улики смогу собирать да во время ограбления я была в другом месте и моя комната была заперта но единственные кто имел доступ к этой комнате и не имеют алиби это придворный маг шанель и привратник аргнолф не забудь также поговорить с моим капитаном стражи битнолдом моим управляющим ораком граготом и моим геральдом лэйтом вавриком так ну я вроде как со всеми разговаривал шанель и аргнолф живут в той части где расположены личные покои им приказано оставаться в замке поэтому их должно быть легко найти так чё ж ты раньше-то молчала тебе возможно захочется поговорить с битнолдом капитаном стражи его можно найти на обходе королла или в казармах и наконец я бы предложила поговорить с ораком граготом моим управляющим он также живет в личных покоях замка если его нет в замке возможно он в северных товарах покупает провизию для пополнения наших запасов короче говоря это судя по всему не так и просто эта картина единственное что осталось у меня на память о графе я провела много одиноких ночей я понял уже все удачи следователь так и теперь судя по всему сработал скрипт и я могу собирать улики но улику я пока видел только одну ух ты надо выпить так ты мне так понимаю ничего нового не скажет рад встреча с тобой женоподобный парень ты не поверишь что произошло франсуа матьер убит убит темным братством это правда все видели тело что вы говорите счастливо ближе меня его по-моему никто не видел как он там висит на ребре повешенной это было жутко самое главное за что помните вот это было дело так теперь я думаю свернутые клочки бумаги которые находятся в той комнате да нет я не могу это странно я посмотрел все окей так хорошо давайте по новому личный покой я что-то даже пока сомневаюсь кого именно можно обвинить потому что по сути все как бы алиби там привет ты что ты ищешь расследование провожу да я слышала что портрет графа пропал но я не знала что для проведения расследования графиня наняла постороннее лицо да сопутствует тебе удача спасибо уликам ничего не знаешь извини но мне неудобно обсуждать с тобой эту ночь я почти не знаю тебя я думаю звонкая монета да слушаю поможет тебе тебе воздастся язык маленько развязать так повторю что спрашивал в ту ночь когда картина была украдена я была во дворе замка и наблюдала за звездами отличное алиби я считаю спустя некоторое время я решила пойти в столовую что у большого зала я налила себе немного вина и принялась за изучение карт сделанных мною после чего пришло время отойти ко сну из столовой я сразу пошла в свою комнату где и провела остаток ночи то есть алиби нет понятно про картину что знаешь на украденной картине был изображен граф валга кто бы не писал его понятно он был добр и благороден а это нелегко передать на холсте бай по слухам расскажи тогда уж говорят какие то культисты убили императора ох понятно это такой баян на вопрос а то и ночи шанель ответила что провела некоторое время во дворе замка бла 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 так после этого она легла спать до встречи ну пока зацепок каких-либо нет интересно где твои покои находятся потому что вот это вот а это твои покои как раз да так вновь всяким оккультным таким увлекается плохая книга ты тут наколдуешь у меня ничего что то как то не открывается так ну сути по всем всеми по всему у нее в комнате тоже зацепок особых нет я честно говоря уже перестаю понимать что же мне дальше делать вот это вот к чему вообще почему оно не открывается regierung ладно пойдем пойдем тогда по новому себяvenge и нам еще нужно найти будет орка ты по-прежнему лежишь это очень странно нужно быть найти орка и нужно будет лучше всего знаете давайте-ка мы сейчас время 5 вечера дождем что где-то так теперь я думаю все будут на местах все пойдут себе домой я смогу всех найти и допросить похоже ну графини там в принципе ничего нет похоже что это мне ничего не даст что ли этого я допрашивал опять ты ага ох пришел сыщик на службе и и свет так на что у кого же блин обвините опять нужно работать как дела много оттыкать пальцем не очень охота цепки особых не вижу кроме вот тут у нас бумаги были у орка в следующей квартире так чет я даже и не знаю засомневался совесть что ли появилась не охота кого-то просто так сажать а а вот это и да привет привет что это за мятой клочки бумаги интересно хорошо давай поговорим отважное деяние друг вступить в схватку с самим обливионом я отдаю тебе честь реально лучше стали морды у орков лица у людей да после того как мы установили это улучшение так по уликам что-то что-нибудь скажи мне я недостаточно доверяю тебе чтобы раз все я же сыщик мне давай быстрее просто нужно предоставлять информацию это мне спасибо я не припоминаю чтобы тем вечером я видел шанель или аргнолфа с другой стороны почти всю ночь я провел в своей комнате я не стал совершать свою обычную прогулку в ту ночь дождь лил как из ведра что касается шанель и аргнолфа это вполне приятные люди правда мы немного повздорили с аргнолфом недавно короче я понял кто я застал его с бутылкой в западной башне на верхнем этаже я велел ему прекратить или ладно все до свидания это не ты все понятно короче говоря ты говоришь что шел дождь оргнольф говорил что из-за дождя там один товарищ уронил бутылку а шанель говорит что смотрел на звезды удачного тебе дня кто у нас врет правильно шанель ладно бы если бы один человек там еще можно было сказать что либо он врет либо она но раз два человека говорят что шел дождь почему это вообще шанель привет еще раз надеюсь поиски картины идут успешно поверь мне успешно ты обвиняешь меня в краже этой картины до обвиняю тебя в этом преступлении как ты смеешь обвинять меня когда у тебя даже нет вещественных доказательств чтобы подкрепить свои догадки скотина хорошо меня это заинтересовало и что же мне теперь делать так пойдем поговорим с графиней прикольный просто не стоит исследователь хватит спать надеюсь расследовать вот скажи мне нет тебя обвинять не стоит ты мне похоже ничего не скажешь удачи следователь ох я так понимаю это расследование затянется у нас не на одну серию потому что блин а что еще осталось теперь что-то случилось меня интересует для чего вот это вот улика вообще нужно ковер в пятнах честно говоря не понимаю но пока все улики указывают на шанель потому что ряд она смотрела понимаете ли на звезды стояла на улице конечно если первый говорит что шел дождь там уронили бутылку она разбилась и не поэтому примерно как сейчас звездочек на небе быть не могло 2 говорит что из-за дождя то видимо что ты все так не чистя с ней так командир стражи у нас находится здесь по моему казармах или на обходе да привет добрый вечер пока пока что тебе нужно я битнелд проклинающий капитан стражи коррала ну и можем могу быть полезен я тут улики собираю по тому делу извини но меня не было в тот вечер в замке я совершал обход коррала вот пожалуй единственное что меня несколько насторожило в поведении шанель я заметил что она много времени проводит в западной башне понял когда я спросил ее об этом она ответила что это необходимо для ее магических исследований тогда этот ответ показался мне вполне логичным так еще что то есть рассказать я не хочу слушать тебя ты мне не нравишься понял хорошо так западная башня да уходи что-то где-то опять умерла я не понимаю что происходит честное слово а пожалуйста говорить как дела что интересно говорят здесь пойти спят гоблины ужасно я надеюсь это в порядке вещей так хорошо западная башня я думаю лучше из большого зала пройти или все-таки отсюда так это северная это сток мадын а то пойдем оттуда приветствую тебя так окей опять ты ага южная башня западная так но сейчас на ночь глядя думаю мы все найдем нет нет ничего тут ничего тут и тут даже это нам пригодится так насчет замка дождем блин я уже хочу просто добить реально интересно же хорошо это кто этот винишка пьет нет ни одной зацепки ничего ну я даже не знаю давайте тогда мы сходим в этот люк поэтому в главную башню попали так и мы попали совсем не туда куда хотели окей здесь у нас тоже ничего нет это просто какой-то адский квест такие квесты я думаю нужно проходить когда-то более-менее здравыми не как сейчас а нет потайной части западной башни мною была обнаружена злой любопытная картина похоже среди обитателей замка есть художник думаю надо продолжить поиск улик окей так знаете давайте мы на этом закончим потому что там судя по всему очень много еще всего нас впереди ждет допустим вот эти вот следы краски в столовой я думаю нам нужно будет выяснить кто сидел на этом месте это будет еще одна из улик и в итоге мы все-таки шанель выведем на чистую воду потому что я уже знаю что это она но пока не могу это доказать квест получается довольно интересный но немножко затянуты потому что как видите вон она что но при этом такого тут мало так что будет интересно я думаю пройти надеюсь вам понравилось серия была чисто такая социальная по сути без боев такого тоже иногда нужно принципе на этом все увидимся с вами был артур всего хорошего я я и вы